Кого приглашать в бизнес? В этом уроке мы научимся определять и разрабатывать рынок потенциальных кандидатов в ваш бизнес. Мы обсудим, как найти людей, которым предложить бизнес, кому предложить продукт компании, каков потенциал рынка, на котором вы хотите работать, как найти людей даже там, где их нет, в незнакомом городе, регионе или стране, как избавиться от синдрома под названием БНЗ, как научиться перестать переживать о том, где найти людей и научить этому свою команду. Сетевой маркетинг – это бизнес отбора. Поэтому сначала нужно подготовить свой рынок, на котором нам предстоит потрудиться как золотодобытчикам, которые отбирают из тонны руды несколько граммов золота. Так же и мы будем искать на своем рынке золотых партнеров в свою команду. Список имен – это и есть ваш рынок потенциальных партнеров. Именно на нем вам предстоит искать кандидатов. Если вы хотите сделать бизнес сетевого маркетинга своим серьезно развивающимся делом, то вам нужны как минимум пять серьезных людей, которые будут не просто заниматься продажами, а станут наставниками для своих команд. Итак, ваша цель – найти пять деловых партнеров, с которыми вы и будете развивать свой бизнес. Конечно, в ходе работы мы столкнемся со статистикой. Она примерно такова – 20-30% людей категорично отказываются. Это нормально. Мы понимаем, чтобы привести в бизнес много людей, нужно перед этим провести еще больше встреч, а в самом начале сделать множество телефонных звонков. Согласитесь, для того, чтобы обзвонить большое количество людей, нужно изначально иметь такой круг кандидатов, к которым мы сможем обратиться с рассказом о замечательных возможностях нашей компании. Как определить свой рынок людей? Часто новички спрашивают, насколько он должен быть большим? Отвечаем, чем больше, тем лучше. Надеюсь, вы не инопланетянин, и у вас на Земле есть определенный круг знакомых, который начал формироваться еще в детстве. Но даже если вы только что свалились с Луны с вопросом «А на этой планете есть люди для моего лунного бизнеса?», то, во-первых, добро пожаловать, а во-вторых, не волнуйтесь, данный урок поможет вам найти своих потенциальных бизнес-партнеров и клиентов. Статистика констатирует, что в возрасте 21 года каждый человек знает более 200 человек. Это средний показатель. Но почему-то у некоторых вопрос отсутствия людей возникает сразу же, как только они приходят в бизнес сетевого маркетинга. Кто-то думает, что ему придется работать со слишком специфичным продуктом. Или он не знает людей, у которых есть деньги. Но дело не в этом. Дело в том, что пока эти новички сетевого маркетинга не научились видеть свой потенциальный рынок людей и не умеют с ним работать. Мы постараемся осветить эту тему максимально полно. Затронем некоторые варианты приложений в бизнес. Итак, первые шаги в составлении списка имен. Наша задача составить список как можно большего количества имен. Да, именно имен, а не людей с большим кошельком, профессиональных бизнесменов и тех, которым нравится что-либо продавать. Хотя они нам, безусловно, подходят. И все же для начала нам нужен только список имен. На первом этапе не нужно особенно задуматься о том, кто эти люди и будет ли им интересен ваш бизнес. Пока для нас важен сам факт наполнения нашего списка именами и фамилиями. Систематизировать и чистить его мы будем позже. Сначала подготовим таблицу, с которой удобно работать, дополняя, сортируя и систематизируя информацию. Возьмите толстую тетрадь в клеточку, расчертите ее на 8 основных колонок. Для этого используйте весь разворот тетради. Или же заведите такую тетрадь в электронном виде. Сейчас мы расскажем, как работать с первыми тремя колонками. Итак, начнем. Первая колонка – номер строки. Вторая – фамилия и имя человека. Третья – краткая информация о человеке, чтобы легко было вспомнить, о ком идет речь. Можно указать возраст, профессию, город проживания. Четвертая – телефон или как с человеком связаться. Дальше идут колонки, которые помогут нам более корректно работать с нашим списком, когда мы начнем приглашать людей на встречи. Эти колонки такие. Пятая – дата звонка. Шестая – дата встречи. Седьмая – результаты встречи. Восьмая – примечания. Теперь надо наполнить эту таблицу вашего списка именами людей. Хорошо, если вы быстро доведете свой список до 100 имен и более. Это позволит вам получить видение рынка, уверенность и возможность более спокойно воспринимать возможные отказы. Существует несколько классических вариантов составления списка. Мы покажем их. И пойдем в этом опросе еще дальше. Мы хотим, чтобы вы никогда не переживали по поводу, кого пригласить, чтобы ваш рынок никогда не сокращался, а также, чтобы вы могли помочь рассказать об этом людям своей команды. Вообще, самый популярный подход к составлению списка имен – записывать всех, кого знаете. Да, надо просто вспомнить всех людей, имена которой приходят на ум. Для начала это хороший вариант. Действуйте именно так. А мы поможем вам систематизировать этот этап. Потенциальные рынки клиентов можно поделить на три главных сегмента. Самым основным первым сегментом нашего рынка является так называемый «горячий рынок». «Горячий рынок» – это наше близкое окружение. Это друзья, знакомые, родственники. Те, кого мы вспоминаем сразу же. Это люди, которым мы говорим при встрече или по телефону «Здравствуй, как дела?» Это те люди, которые интересны нам и которым интересны мы. Которые знают нас и которых знаем мы. Запишите имена и фамилии этих людей в свой список имен первыми. Следующий, второй сегмент нашего рынка – теплый рынок. Теплый рынок – это рынок людей, с которыми мы иногда общаемся или когда-то пересекались. Вы знаете многих таких людей, и мы поможем вам их вспомнить. Как вы думаете, сколько их? Запомните эту цифру, а потом сравните с той, которую вы назовете сами себе в конце этого урока. Вспомнить таких людей вам поможет такая система подсказок. Подсказка А. Воспоминания по ассоциации. Вспомните людей усатых, веселых, жаждущих решений, лысых, здоровых или не очень, богатых или желающих стать такими, позитивных, ищущих лучшего в жизни. Вы можете вспоминать их по внешнему виду, чертам характера, национальности, интересам, отношению к делу, стилю одежды, по профессии. Например, вы знаете электриков? А может кто-то носит очки? И достаньте все визитные карточки, которые у вас есть, пролистайте свои фотоальбомы и так далее и тому подобное. Внесите всех этих людей в свой список. Подсказка Б. Воспоминания по ситуации. Вы можете уделить большие разделы своей тетради для следующих категорий людей, с которыми вы учились в начальной и средней школе, учились в институте, вспомните, кто тогда был особенно активным, вспомните своих школьных и вузовских преподавателей, вы учились на каких-либо семинарах, курсах по повышению квалификации, вспомните этих людей. А как насчет первого места работы, второго места работы, третьего? А клуб любителей кактусов, английских кошек, коллекционеров? А ваши соседи по лестничной площадке, даче, санаторию? Вспомните их лица, привычки, увлечения. Те, кто выгуливает собак вместе с вами утром и вечером? А кому вы недавно отправляли письмо по почте или по имейл? А о путешествия? А знакомые в других городах и странах? Вы недавно были на банкете или свадьбе? Кто там был, кроме вас? Вспомните людей, которые предлагали вам какие-либо продукты. Возможно, к вам недавно приходил агент фирмы и предлагал услуги интернета или кабельного телевидения, и он оставил буклет или свою визитную карточку? Вспомните тех, кто знаком с сетевым маркетингом или уже им занимается. Ну как, получается? Запишите все эти имена в свой список. На этом классические рекомендации по составлению списка имен людей, которые вам в той или иной степени знакомы, заканчиваются. Но работа по составлению списка имен продолжается. Те, кто на этом останавливается, рискуют однажды полностью исчерпать свой круг влияния и ощутить кризис. Обычно он характеризуется такими словами. У меня нет больше знакомых, мне некого приглашать. Я не знаю, с кем буду разговаривать завтра. Такая категория людей рискует подхватить болезнь БНЗ или даже уйти из бизнеса. И зря. То, что некоторым покажется пределом, профессионалы называют началом пути. Не останавливайтесь на этом этапе. Продолжайте. Первый и второй рынок, горячий и теплый, должны вас только разогреть. Вы станете более профессиональным и успешным. А значит, и готовым к работе на третьем рынке. Третий рынок – это холодный рынок. Это те люди, с которыми вы не знакомы напрямую или не знакомы вовсе. На холодном рынке вы будете учиться искать своих будущих партнеров там, где их, казалось бы, и нет. Но такое ощущение – только иллюзия, созданная нашими страхами перед неизвестным. На самом деле, это безграничное и очень эффективное пространство, на которое вы выходите из своей привычной уютной зоны комфорта. Мы покажем вам несколько проверенных профессионалами вариантов работы на холодном рынке. Посмотрите на такой рисунок. Родственники, друзья, знакомые. У них есть свои друзья и знакомые, а у тех свои знакомые и друзья. Этот ряд можно продолжать, и мы увидим, что заочно знакомы даже с тем незнакомым вам сейчас человеком, который сидит за соседним столиком. Надо научиться пользоваться этим рынком. Поэтому мы предлагаем следующий способ развития списка. Способ первый. Берите рекомендацию у третьего лица. Это часто подходит для тех людей, которых мы хорошо знаем. Ведь у них тоже есть свой рынок имен. Спросите своего знакомого. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто интересуется дополнительным доходом? Задавайте такой вопрос своему парикмахеру, продавцу в магазине, соседу по лестничной площадке. Чаще всего вы услышите «Да, знаю, а что надо делать?» Это тот самый момент, когда вы можете начать налаживание делового контакта. Способ второй. Выходите на людей с конкретными интересами. Это могут быть подписчики газет и журналов по интересам, виртуальные клубы по интересам в интернете, программа Skype для общения через интернет, какой-нибудь интернет-мессенджер. Тогда вы можете выбрать для поиска кандидатов любые категории, например, за 30 лет или до 70 лет и так далее. Способ третий. Использование готовых списков имен. Например, в газетах или специализированных изданиях вы можете найти целевые группы в виде списков брокеров фирм, маклеров по недвижимости, преподавателей учебных курсов с именами и телефонами. Например, если это курсы повышения квалификации или какие-то мотивационные тренинги, то вы можете без труда показать перспективность работы такого человека в вашей компании. Ведь часто это коммуникабельные люди с очень широким кругом общения. А это как раз то, что вам нужно. Ваш текст разговора по телефону с таким человеком может быть примерно следующим. Люди с такими навыками, как ваши, могут иметь большие успехи в том деле, который я сейчас развиваю. В тех же газетах вы можете встретить имена людей, которые банкротировали в своем бизнесе. Кстати, этой категории людей хорошо знакомо свободное предпринимательство, и перспективы работы на самого себя. Их может привлечь ваша идея о возможности начать новое дело без большого стартового капитала и с минимальным риском. Посмотрите объявления по продаже автомобилей. Их дают предприимчивые, активные люди. Имейте также в виду, что 20% профессионалов любой отрасли никогда не удовлетворены своим положением. Что уж говорить об остальных. Небольшое дополнение. Не имеет смысла работать с людьми, которые ищут работу с помощью объявлений в газетах. Чаще всего это пассивные люди. А нужны ли вам такие? Способ четвертый. Ищите организации по интересам. Есть темы, в которых вы хорошо разбираетесь. Например, в компьютерах, в кондиционировании марок, в рыболовстве. И существует круг людей, с которым вам легко найти темы общаться. Найдите организации, которые тем или иным способом объединяют таких людей в вашем городе. В такой аудитории вы будете чувствовать себя уверенно, потому что знаете их психологию и те тонкости, которые помогут построить отношения еще быстрее. Вы можете разыскать таких людей в соседнем районе. Или даже приехать в другой город или страну и найти интересующую вас аудиторию. Способ пятый. Посещайте мероприятия, выставки, ярмарки, конференции, где могут быть потенциальные кандидаты в ваш список. Знакомьтесь там сами и позволяйте людям знакомиться с вами. Вы можете непринужденно вступать в разговор, либо на отвлеченные темы, либо сразу переходить к сути вопроса. Не пытайтесь сразу привлечь человека в дело. Ваша задача обменяться визитными карточками. Не совершайте распространенную в таких ситуациях ошибку. Рассказать в двух словах суть предприятия. Это не даст серьезного результата. Просто договоритесь, что скоро созвонитесь. Сохраняйте интригу. Обязательно имейте при себе визитные карточки. Это позволит не только раздавать свои, но и, что самое главное, получать визитки потенциальных людей для своего списка. Способ шестой. Идите на холодные контакты. Их суть вот в чем. Вы являетесь инициатором знакомства с совершенно незнакомыми вам людьми. Часто этот метод хорошо работает в незнакомых городах или населенных пунктах. Ценность тех подходов, которые мы вам сейчас представляем, в том, что их множество. Они работают, они доступны. И вы можете экспериментировать, достигая все большей результативности. Тем более, что в таких контактах, в силу того, что вы с людьми незнакомы, вы не привязаны к результату. У вас всегда есть возможность обратиться к кому-то следующему. Попрактикуйте ситуации случайного общения с незнакомыми людьми. Сделайте так, чтобы человек поинтересовался, чем вы занимаетесь. И ответьте. Продаю образ жизни. Конечно, возникнет вопрос. Как это? И у вас есть прекрасный шанс поведать ему о своей компании. Если вы видите заинтересованность, обменяйтесь визитками. Если ее нет, вы легко расстаетесь. Не старайтесь рассказать все сразу. Стремитесь назначить встречу в другой раз, когда вы сможете поговорить обо всем серьезно. Вот один из вариантов холодного контакта. Вы примеряете в магазине обувь. И видите, что продавец хорошо вас обслуживает. Скажите ему, насколько вы довольны тем, что зарабатываете здесь? У меня есть серьезное предложение для человека, который так же ответственно, как это делаете вы, подходит к работе. Если вам интересно, предлагаю встретиться сегодня. Мы о нем поговорим. Во сколько вы заканчиваете работу? Вы можете найти контакты даже в незнакомом городе. Спросить у прохожих, как пройти главпочтамту. И тому, кто вам хорошо и доступно это объяснит, скажите. Спасибо. Для такого внимательного и общительного человека, как вы, у меня есть деловое предложение. Приезжая в незнакомый город, вы можете найти потенциальных партнеров, если будете звонить по объявлениям тем людям, которые сами приглашают в сетевой маркетинг. Техника разговора в этом случае такова. Мы работаем в одной индустрии и должны знать друг друга. Мы коммуникабельные люди. Давайте найдем время и поговорим. Если вы слышали о компании, но не от меня, значит, вы ничего не слышали об этой компании. Есть те, кто специально звонят по тем объявлениям о поиске работы, в которых сказано «MLM и секс не предлагать». Практика показывает, что, как правило, эти люди даже не знают значения этой аббревиатуры – MLM. Техника разговора в этом случае такова. Начать со слов «Я хочу предложить вам сетевой маркетинг». Это серьезный бизнес. Я приехал из другого города или из другой страны и сейчас создаю деловую команду. Предлагаю встретиться завтра. Поистине вариантов развития рынка новичков великое множество. Проявив творческий подход, вы можете внести в эту тему свои варианты. Пробуйте разные методы развития своего списка имен. Экспериментируйте, будьте смелыми. Оставляйте в списке свободные места. Не стремитесь заполнять все листы подряд. Свободные места понадобятся, чтобы вписать новые имена, которые постепенно будут появляться. А теперь о том, что не рекомендуется делать. Для расширения своего списка имен не стоит пользоваться следующими методами. Подавать объявления в газеты или в интернете, раскреивать объявления по заборам, раздавать флайеры в людных местах. Почему этого не следует делать? Потому что, во-первых, это не работает. Во-вторых, это портит имидж ваш и всей компании в целом. В-третьих, есть компании, в которых подобные методы поиска новичков запрещаются особыми правилами. Нарушая их, вы можете поплатиться. А теперь поговорим о возможных ошибках. Самые частые из них такие. Молодежь работает только со сверстниками, электрики только с электриками, строители со строителями и так далее. В принципе, это неплохо. Но стоит ли ограничивать себя в поисках? Совершите неординарный поступок. Выйдите из привычных обстоятельств. Советуем. Всегда держите при себе свои визитные карточки. Свободно развивайте список до 100, 200, 300 имен. Имейте в виду, что список не создается за один день. У него вообще нет предела, только начало. Вы можете дополнять его постоянно. Например, вы куда-то идете, и вдруг вспомнили имя. Запишите его в ежедневник, а позже перенесите в список. Увидели человека, который напомнил вам несколько новых имен, Это тоже дополнение к вашему списку. Почему еще так важно составлять список имен? Во-первых, составив список, вы разгрузите свои мозги. Некоторые стараются держать все имена в голове, но этот мозговой список всегда будет маленьким. Вы можете упустить важную персону. Во-вторых, большой список имен – это ваша большая уверенность и устойчивость к отказам. Вы не будете бояться отказов. Нет? Следующий, пожалуйста. Помните, каждый отказ приближает нас к слову «да». В-третьих, в составе список имен вы наглядно увидите, насколько безграничен ваш потенциал. В-четвертых, научив людей своей команды составлять свои списки имен и с ними работать, вы сделаете свой бизнес постоянным, надежным и растущим. В-пятых, если вы записали имя человека, которого не знаете и даже не представляете, как его найти, то, как показывает практика, вы создаете все условия для того, чтобы он неожиданно, удивительным образом, сам попался на вашем пути. Или вы неожиданно встретите того человека, который знает, как найти вашего кандидата. И примите во внимание следующее. Каждый человек в вашем списке это такой же огромный список имен, а следовательно, ваш новый потенциал. Умея развивать потенциал приглашаемых вами людей, вы таким образом расширяете свой собственный рынок. Вот мы и составили достойный список имен. Точнее, начали его составлять. Затем будет следующий этап. Ваши действия. Вы начнете приглашать кандидатов в ваш бизнес.